Продолжение следует... Продолжение следует... Спорт. Развитие спорта. Это же не просто так радуетесь. Патриотический дух. Надо же поднимать патриотический дух. Он поднимается? Да. Да. Но судя по реакции публики, как вот меня настойчиво советовали посмотреть фильм Т-34. Я не пойду его смотреть. Я лучше посмотрю фильмы «Живые и мертвые». Они сражались за родину. Старые добрые фильмы про войну. Почему? Меня устраивает манера съемок. Т-34 – это, может быть, это действительно подлинный фильм, то есть там действительно подлинные события. Не знаю, я особо как бы не углублялась в эту историю. Но снято именно в такой манере, как сейчас привычно. Блокбастер. Блокбастер раз – клиповая съемка идет. Видео – клиповая. Не нормальная художность, как вот мы привыкли, да? Допустим, «Война и мир», как снимал Бондарчук. А здесь клиповость. И я понимаю, что это рассчитано на более молодое сознание, молодой мозг. Неестественно все. Вот видно, что это придумано, это сыграно, на потребу дня, смонтировано. Может быть, красивые съемки, но это все настолько ненатурально, что я это смотреть не могу. Вот по соображениям совести я посмотрела фильмы американские, а солдате, который был адвентистом седьмого дня, попал на войну с япошками. И он не берет в руки оружие, потому что религия ему запрещает это, да? Он становится санитаром. И там пока тоже это реальные события, это реально существующий человек. Он умер в возрасте 97 лет, имеет единственную награду США, там какая-то медаль за геройство, там у них только одна такая вот у него. Еще в конце фильма там уже интервью с его однополчанами, с командиром, которого он вынес. Там я смотрю, хоть это и американский кинематограф, вот, допустим, Валерий Александрович Кипелов терпеть не может американском фильме. Ну что вот это прокачка, американский патриотизм, вот там вот. Я говорю, посмотри по соображениям совести, как снято. Как снято? Там нет впечатления клиповости вот этой. Нет впечатления блокбастера. Хотя там вот это, когда американцы лезут, должны взять высоту, а японцы что-то там творят, японцы, как они вылезают, и этот кровавый месиво все. Такие сипы, ну это все настолько реально, что тебя просто вдавливает вот с кресла. Ты сидишь с вытрощенными глазами, вот эта вот мясорубка военная, это ужас. Потом там в конце, когда все-таки, и этот парень, он спас 73 или 74 человека, один. Он с высоты спускал на веревку под огнем японцы. Он один там остался более-менее в сознании, да? Адвентист вот этого седьмого дня. И он своего командира, и всех там он находил среди там вообще трупов, там горы, трупов, фоторг, руки, ноги, кишки, и все. И он на веревках спускал. И это все так снято, так показано, совершенно реально. Почему я не люблю фильм «Сталинград»? Это нереальные кино. Это кино, рассчитанное на вот это клиповое сознание балбесов молодых, которые, а, там, экшен, там, Марвел, там, вот. То есть нет впечатления, ощущения того, что это происходит на самом деле. А в старых фильмах, вот, в съемках наших, это есть. По поводу патриотизма. Ну, надо что-то делать, конечно. Потому что патриотизм у нас, прямо скажем, ну, в общем, оставляет чувство патриотизма, да? Но надо это делать не за счет клипового мышления, не за счет назидательности. Вот где-то есть вопрос, кто герой нашего времени, там, вот. Да, я хотел подвести как раз к нему. А настоящих героев никто не показывает. У нас полно настоящих ребят и девчонок. Вот сейчас стали показывать совсем молоденьких, маленьких, которые, там, ну, кто-то спас в пожар, кто-то, там, из проруби, да? Это совсем недавно началось. А ведь полно всяких, там, милиционеров, там, полицейских, пожарников, я не знаю, там, вот в МЧС, ребят, врачи, которые, вот, действительно, какие-то такие подвиги совершают. Ну, не все же, там, взяточники и мерзавцы, правильно? Ну, их не показывают. У нас герой кто? Постоянно герой. Силиконовые тетки из звездной когорты, да? Какие-то дядьки немытые, нечестные, у которых, там, куча детей, какие-то любовницы. Это все вываливается. Это вот все время идет такая информация, да? И получается, что эти люди, у кого там золотой Мерседес, у кого там, вот, меня неприятно, я честно хочу сказать, вот, меня неприятно поразила Хакамада в одной из программ. Я к ней с огромным пиететом сюда относилась. Который рассказывал, что она какие-то, вот, лекции, которые она не читала, потому что этому заказчику было некогда по экономике. Вот, ну, он ей платил. И она купила себе какую-то, там, шубу. Она назвала сумму. Я думаю, ешкин кот, вот эту сумму бы отдать бы в детский хоспис. Она себе купила шубу. И так удобно в этой шубе мне летать. Я думаю, ну, Хакамада, ну, что ж ты, я не знаю, ну, хвалиться деньгами, это последнее дело. Как американские миллионеры многие ходят в драных джинсах и свитерах. Они не выпечатки, ну, там где-то они, может быть, и слетятся, да, там, на Грэмми, там, я не знаю, где, там, золотой глобус, мы же видим, как они все. Но вот в повседневности никому не придет в голову мысль рассказывать о том, что, а, вот у меня вот там вот, вот этот котик стоит японский там. Мне муж подали, он стоит там сколько там, 300 тысяч там. Ну, есть у тебя такой котик, ну, и хорошо. Вот эти вот люди становятся героями. Молодняк смотрит, классно, вот, 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 но это не герой. Это дутые фигуры. Что такое герой? Там можно спорить, была на самом деле Зоя Космедеменская или нет, да? Да, как в одно время же было модно всех грязью плевать. Вот, ну, это героический человек. Матросов тот же самый. Это героический человек. Летчики наши военные. Это героические люди. Я не берусь там рассуждать, что в Сирии, я не знаю, что там в Сирии происходит, но я знаю, что те ребята, которые там подрываются на гранат, те, чтобы не попасть в руки врагов, да, исламисты, это героические люди. Вот герои. Нам вместо этого вот, при том, что говорят, что, ах, у нас нет там духовности, ах, у нас там нет героев. Ну, вы посмотрите, что творится в средствах массовой информации. Дешевые вот эти вот сенсации. Что у Малахова. Кошмар. Что вот по первой программе. Я не смотрю эти, просто вот идут анонсы. И думаю, что ну сколько можно? Ну сколько можно обсуждать? Твой там ребенок от кого-то, да? Там что? Зачем все это? Как у меня в одном тексте. Зачем все это? Зачем мы здесь? Вот я считаю, что... А вот в приказном порядке там показывать вот тот же самый фильм. Выше, по-моему, да? Про баскетбол. Выше. Я столько читала опровержений вот этого. И читала о том, что на самом деле это все было совсем по-другому. Там и мы родственники, да? И сын, по-моему. Да, да, да. А зачем? Зачем врать? Вот как в сериале Stranger Things, да? Эти странные дела. Все страннейше и страннейше, как говорила Алиса. Друзья не врут. Врать не надо. Как можно поднять подряд? Правда. Все по-честному должно быть. И тогда будут больше любить страну. Когда будет по-честному. А когда вот так, как сейчас, ничего не получится. Вот, раз вы затронули вопрос о герое, хотел добавить и спросить, способен ли какой-то герой, типаж, которого вы видите в кинематографе, как-то сплотить общество? Ну, как в 90-х стране нужен был герой, появился Данила Багров, который ходил там... Это очень сомнительный герой, кстати. Он сомнительный герой, но патриотический дух тогда поднялся. Ну, русскому человеку этого не хватало. Сегодня такой герой не проканал бы, наверное, с учетом наших амбиций. Не знаю. Каких амбиций? Кого амбиций? Ну, политических амбиций. А, ну да. Ну, к сожалению, мы не создаем этих героев. То есть тут мы как бы бессильны. Ну, то есть вы не видите такого героя, который мог бы... Я вижу деланных героев. Вот даже если возьмут какой-то сюжет, да, то это сделают так, что вот я, допустим, не пойду смотреть. Потому что это будет неестественно. Тот же самый Данил, он очень естественный. Этим, наверное, и подкупал, да? Конечно. Вот такой вот. Он очень был похож на моего племянника, на Петьку. Вообще, вот, сам Бодров. Карий глаза вот эти вот такие вот, да, вот такой раздолбай такой вот. Парень вот такой. Ну, а почему? Ну, сделайте какой-нибудь достойный фильм-то вот такой. Сейчас вот выходит на экраны... Что сейчас выходит на экраны? Фильм про хип-хоперов выходит. Не слышал про это. А-а-а. Сейчас я скажу, как же он будет называться там как-то. А, это реклама будет. Нет, мы не будем. В общем, 24 января на экраны выходит фильм про хип-хоперов. Там будут все хаски, баски, ну, там все. Я к ним очень хорошо отношусь. Но, извините, это вот к вопросу о тяжелой участии рокеров. А почему не сделать фильм про рокеров? Ну, не лето, а вот про нынь, как бы про нас, про рокеров. Ну, можно же придумать интересный сюжет, да? Почему сразу про хип-хоперов? Потому что их заметил президент. Тимати, доверенное лицо президента, так? Сейчас буду говорить все, что я думаю. Вот. В Думе обсуждается вопрос о поддержке рэпа и хип-хопа. Ну, ребята, а остальную культуру мы куда денем? Ведь кроме хип-хопа существует, ну, и кроме рока существует много других каких-то культурных моментов, правильно? Но мне обидно как бы за себя, за тот жанр, в котором я как бы в основном засветилась. Почему не снять фильм про рок-музыкантов? Чем они хуже, чем хип-хоперы? Тем, что нас, ну, нас, да, в Думу нас не приглашали. Но на собрание рок-клуба, где был председатель Великий Александр Иванович Градский, приезжал министр культуры, обещал нам кучу аппаратур. Тогда еще Саша Мунин там принимал участие в беседе. Видимо, очень ее очаровал. Красивый был парень. Вот. Обещал нам хорошую аппаратуру. Там все. Был момент, вот, в 80-е годы, в начале, когда на рок тоже обращали внимание. Ну, не до такой, конечно, степени, что в Белый дом нас приглашали. Вот. Но обращали внимание. Конечно, обещания не выполнены. Естественно. И последняя рок-панорама 87-го года далась нам кровью, будь здоров какой. Но мы ее провели. Почему не снять про этот фильм? Почему не снять фильм про Бушлачева? Который, пусть он не музыкант, но он гениальный поэт. Таких сейчас просто нет. Про Егор Кулетова почему не снять фильм? Про немытого, нечесанного. Ну, это же космос. Да? Прекрасно. Пусть это будет немножко депрессивный. Там Янка, Егор, ну, в стиле Балабанова, скажем так, будет фильм. Но это будет дань памяти, и это будет все равно культура. Правильно? Я думаю, Хлебников мог бы снять. Хлебников мог бы снять. Он не снимает. Но он не снимает. И вот герой. Ну, сейчас будет герой какой-нибудь очередной татуированный, там, перетатуированный рэпер. Вот тебе герой. К вопросу о герой. Почему? Потому что угодить. Вот надо угодить. Я вот фильм «Лето» еще не смотрел, но хочу вас спросить, что не так с этим фильмом? Помимо того, что говорили до того, как он вышел, что он полностью не соответствует действительности, я читал интервью с Парфеновым. Парфенов сказал, что не обращая внимания на то, что было это или не было, события там отображены примерно так, как вот эпоха. Такой, какой она была. Согласны ли вы с ними? Я не знаю. Я Питер плохо знаю. Я очень люблю Майка. Мне просто кажется, что надо было немножко другие события брать. Не брать треугольник вот этот вот. Вот так мне кажется. Музыкально там очень отлично. Когда и гип-поп звучит, я люблю и гип-поп. Пессенджер там в полный рост, что в «Сынах анархии», что в «Лете» вот эти рисуночки там вот эти вот, которые, ну, что, ну, снял Серебренников. Ну, нет фильмов. С художественной точки зрения фильм хороший? Есть такой фильм, «Ecrow the universe» называется. Вот с моей точки зрения, с художественной точки зрения, он гораздо выше, чем фильм лет. Где песни Битлз, видел, наверное, этот фильм, да? Я слышал про него, но я не видел. Ну, посмотри, там, где фильм, там, где песни Битлз решены в разных стилистических манерах, вплетены в действия. И поет там даже Джо Кокер там отметился. Вот это мне ближе. И когда в сети стали сравнивать «Лето» с «Ecrow the universe», я написал, ребята, вы чего вообще, обалдели? Где «Ecrow the universe», где «Лето»? Ну, для нас фильм нормальный. Для тех, кто переживал, вот я читал же отзывы, вот эту всю «Питерскую революцию», «Рок революции», в основном одобрительные, как бы, отзывы. БГ был против этого фильма. Я даже подписывалась под его письмо. Но он там все-таки промелькнул, вроде, в образе Никиты Ефремова. Ну, я не помню, кто там, кого играл. Вот «Зверь» этот самый, Рома, он хорошо справился, кстати. Но это не мой фильм. То есть я его пересматривать не буду. А вот «Ecrow the universe» у меня есть на диске, я его пересмотрю. Вот Андре Строганов, он такой очень активный человек, везде, во всех группах, вот спрашивает по поводу песни «Гром небесный», которая должна была войти в династию, посвященную 2007-го, но не вошла. И вот он спрашивает, есть ли возможность когда-нибудь услышать эту песню. Андре Строганов, я тебе честно хочу сказать, что я не знаю. Может быть, и кто-нибудь исполнить эту песню, а может быть, и ее и не исполнить никогда. Во всяком случае, разговор шел, несколько кандидатур как бы рассматривалось, рассматривалось для этого исполнения, но, не знаю, ничем дело не закончилось. И очень интересный вопрос от него. Случалось ли с вами, что после написания нового текста к вам в сновидение приходили персонажи этих текстов? Если бы персонажи моих текстов приходили бы ко мне в сновидение, я бы давно сидела бы в дурке. Сюжет мне, нет, сюжеты мне не снились, а могу сказать, что ко мне часто в сновидение приходят политические деятели и эстрадные звезды. Видимо, они чувствуют мое отношение к ним. Мне снится Киркоров, мне частенько снится Пугачева. БГ мне снится, это наш человек, потому что мы с ним как бы иногда бываем на одной волне, он, правда, про это не знает. Вот, Шевчук мне снился. В одном очень мрачном сне я переселилась, моя душа переселилась в тело Кипелова. Это как раз был затык какой-то в работе. И, видимо, уже так вот у меня все внутри, что я переселилась в небо. Ой, очень интересно было. Мне снился патриарх Кирилл. Но ничего такого особенного не произошло. Мне много снится, часто снится Путин. Причем один раз он мне приснился накануне кризиса 2008 года. Я все записываю. Такие казахи, интересно, я их записываю. Он предупреждал о том, что будут налады с долларом Путин. Я его не послушаю. Поэтому теперь, когда он мне снится, я очень внимательно выслушиваю. Мы с ним беседуем. Причем вот как вот с Познером. Я так беседую с Путиным. Только я его спрашиваю, всякие каверные вопросы ему задаю, он мне отвечает. А герои, нет, герои песен не приходили. Ни Александр Невский, никого, ни Антихриста, никого не было. Так, приступали ли вы к работе над новым альбомом группы «Катарсис»? Я должна сказать, что с группой «Катарсис» у меня очень хорошее сейчас отношение. Конкретно к новому альбому я отдала несколько текстов. Они же заботливо пишут музыку на стихи. Жду от них хитов. Ну вот уже одна песня, как бы у нас время потери уже вышла. Еще несколько текстов у них есть для альбома. Очень интересных. Я спросила у Джеффа тут недавно, он говорит, что все, все. Но я думаю, что скоро мы вас удивим. Одной композицией группы «Катарсис». Она как бы внеплановая получилась. Но я очень довольна текстом. Текст просто. Гумилев. Музыку я еще не слышала, но обещали показать. Но думаю, что в грязь себя сам гол по не ударит. Валерий Кипелов в недавнем интервью обмолвился, что готовит несколько новых песен для выпуска. Собственно, вопрос по этому будет такой. Начинали ли вы работу с рыбами Кипеловцев? Кипеловцев. Да, Валерий Александрович как всегда сказал, пообещал. Но музыка пока к одной песне есть. Больше музыки я не знаю. То есть мы делаем сейчас пока одну песню. Не знаю, сколько времени на это уйдет. И выйдет ли обещанное в этом году, я сказать не могу, потому что вы же знаете, какой процесс происходит. Еще один вопрос. Анна Терешина. Хороший вопрос задает. Хотелось бы узнать вашего личного мнения по поводу вашего тура по городам России. Вы себе представляете, меня в турпоездке. С лекциями. Примерно год назад к нам в Новосибирск приезжал Познер с программой прощания с иллюзиями в форме диалога. Не хотите ли вы совершить тур в подобном формате? Господи, я дальше-то в Москву никуда не уезжаю. Есть только на дачу. И в Москве у меня есть мысли, вот сейчас вот, если мы успешно закончим работу над книгой Окситания, все-таки устроить какой-то типа сабантовый творческого вечера. Это будет мой первый опыт такой. Поэтому, во-первых, мне надо преувеличивать мое значение, что я приеду в какой-то Новосибирск и там соберется стадион. Я не занимаюсь личностным тренингом, не учу людей делать бабки. Я учу людей тратить эти деньги на всякие сумасшедшие проекты. То есть, тут уже я как бы совсем фигура не такого масштаба. Я не Познер, извините. Я каждый понедельник не свечусь на первой программе. В какой-нибудь рок-клуб, может быть, я бы приехала бы там что-нибудь, я бы рассказала бы. Но давайте сначала осилим Москву, а потом уже будем замахиваться на всемирное турне на воздушном шаре, я так понимаю. Вот. Здесь вот еще один такой вопрос. Почему-то в голове родился вопрос. Вы берете учеников? Ведете ли вы уроки словесности или стихотворения? Ну, это интересный вопрос, да. Никаких учеников у меня нет, никаких уроков я не веду, потому что я себя считаю, что я человек непрофессиональный. Профессионально я не училась ни стихосложению. Вот сидит вот Виталий, он редактирует мои тексты, ставит запятые, чему я могу научить. Мы с ним иногда спорим, нужна там запятая или нет. Вот. То есть я даже в дурном сне не могу подумать о том, что у меня есть ученики. Мне пишут в личку, я там даю какие-то советы, там, ну, чаще всего это бывает безнадежно. Вот. И в связи с этим, вот, кстати, вопрос Максима Яшина, вот этот отличный вопрос, да? Меня спрашивают, а что такое графомания? Максим, ну, ты ленивый человек, ты талантливый, но ты ленивый человек. Набираешь в гугле графомания, и там тебе выдается статья, а что такое графомания? Это болезненная страсть психически нездорового человека, не обладающего большими литературными способностями к написанию различных литературных трудов. То есть, когда человек, причем, заметь, болезненная страсть, то есть, это не совсем здоровые люди. Вообще творческие люди, они не совсем здоровые. А графоманы, тем более, не совсем здоровые. Поэтому, обижать графоманов не надо. Если они пишут, то пусть они пишут. Максим, по-моему, спрашивали, я додумал уже, какие критерии графомании? Вот вы видите тексты. Это страшно. Скажете, что все, нет, это не поэзия. Нет, ну я обычно, ну как не поэзия, но присылают очень часто такие тексты, и читаешь, и видишь, что человек вообще не знаком с русским языком. Это вот к вопросу первому, да, о том, что не хотят знать русский язык, и не хотят, ну когда, допустим, никогда, да, никогда, пишут, никогда. Это настораживает. Или когда вот человек выдает поток мыслей, вот они идут, он думает, что поток мыслей должен такой вот поток, вот нон-стоп поток, иногда такие потоки облекаются верлибр, это затягивает. Вот там определенная красота какой-то вот такой, вот он такой вот закручивается, закручивается, закручивается. Когда грамотно написано. А тут вот какие-то вот отрывки, какие-то мысли, какие-то вот все, и я обижаюсь, и я спрашиваю, слушайте, а это о чем? Непонятно совершенно о чем. Как вы не поняли, о чем? Я не поняла, это такая дурочка, но я не поняла о чем. Ну, извините. И вот присылает свои трактаты, то есть люди присылают романы написанные. Вы обязательно прочитайте и оставьте отзыв. Я думаю, ну я прочитаю твой роман, а когда я напишу свой? Я же тоже своего рода графоман. Правильно? Мне же тоже надо, вот ты же знаешь, надо же нам закончить наконец книжку, и сынов анархии надо же наконец сделать. Правильно? Вот. Прочитайте, оставьте отзыв. Я пишу, что я рецензирую только те книжки, которые я прочитала, допустим, Макьюина, я прочитала, и у себя в официальной группе я написала, что ребят, вот рекомендую интересную вещь, там тут и тут, все коротко. Недавно мне присылают фрагмент, где просто вот цитата из нашего текста идет в каком-то диалоге. Я как сознательный вредитель обычно, если у меня что-то вот так, ты как редактор знаешь, я ставлю сносочку, да? Откуда это? Нет, а тут без всяких сносочек. Вот, смотри, одна цитата, другая цитата из песен. Ну, сдайтесь, как у Лукьяненко, он же дает ссылку. Песня такая-то, группа такая-то. Фамилию мою не надо, допустим, ну, условно говоря, песня, я не знаю, там, паранойя, группа Ария, все. Сделайте ссылку. Графомана не пишет, 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 думает, это может быть их мысли, я не знаю. Так что это, на самом деле, ну, это не лечится. Это заболевание, которое не лечится. По поводу непонятности, вот вы про Егора Лето вспоминали, там его стихи прочитать. Там все понятно. Многие считают, что он вообще не поэт, а Графоман. Извините, Великий Троицкий очень плохо отзывался. Нет, я не про Троицкого. Я не могу о нем отозваться плохо, я даже как-то содействовал выпуску книги «Русское поле экспериментов». Вот, я к этому тоже хотел подвести. Да, Боря Баркас издавал, а Юрий Борисович Фишкин, известный наш директор объединения автографов, он финансировал это издание. Вот, прекрасные стихи, все там понятно, что там не понятно. Это зависит от того, много ли читает человек. Вот присылать стихи, якобы, будем считать, что это стихотворение. И сразу видно, что человек ничего не читает. Но он думает, что он великий. Ну, думаешь, ну, думай, великий. Я обычно пишу, вы поинтересуйтесь, что вообще в поэзии было, там, «Серебряный век», там, ну, почитайте. Я уже не говорю про западных поэтов. Ну, хотя бы почитайте. Ознакомьтесь с литературой. Это как у меня есть одна певица, которая прекрасно она поет все, но она никогда не слушает. допустим, там, «А ты вот слышала, как пела вот такая-то?» Нет, я не буду это слушать, потому что это отразится на мне, я буду петь, как она. Так? Нет, вы знаете, я не буду читать, потому что я буду… ты никогда так не напишешь, но ты прочитай. Ну, странные люди, странные существа, что-то. А вот по поводу сборника стихов Лето, вы помните, когда его первый раз услышали, когда он так активно панковал в 80-х, или когда он уже хиповал? Да, нет, он панковал, и, честно говоря, я не считаю его музыкантом, простите меня, я не считаю его музыкантом, потому что то, что они… ну, это панк, это грязь вот эта вот звуковая, да, но вот его мысли, вот это вот все мне очень импонируют. Точно так же, как бы Ушлачев, он не музыкант, он поэт, Летов поэт, очень интересная личность, и на фейсбуке у меня в друзьях его брат, ну, в общем, как-то, хотя мы не пересекаемся, но, в общем, ну, интересно, я была вот на том ужасном концерте, когда Лимонов еще тогда панковал в Крыльях Советов, вот этот русский прорывший назывался, там был ужас, там была такая чернука, такая энергетика, кошмарная, мне было просто плохо от сборища панков, вот весь стадион был лавит панками, но это не моя эстетика вообще, Лимонов, я очень его уважаю, конечно, но он был в таком угаре, это что-то вообще страшное, еще там один деятель выступал, потом вышел Егор, как стал это, как дрожать когтями струны, как зарычал, о, мама дорогая, в общем, мы там недолго продержались, ушли, вот, но человек достойный, того, чтобы о нем сняли фильм, о нем и о Янке, просто вот очень хочется, ну вот, так что, так что там у нас дальше там? Про фильмы давайте еще один раз. Не знаю. В последнее время считается, что российские сериалы, они реабилитировались, вот, в том числе в прошлом году стало мелькать название сервиса ТМТ Премьер, это отдельная ветка ТМТ, которая там, из палатной подписки, в общем, их называют чуть ли не российским Нетфликсом, сериалы, выпущенные ТМТ Премьер, в прошлом году там вошли в списки лучших отечественных сериалов, это «С деревянка», «Домашний арест», «Звоните, Ди Каприо», с Петровым вездесущим, и «Год культуры», с Бондарчуком. Что вы слышали об этом? Ничего, я читала, что-то там я про них читала, но я, честно говоря, я наши сериалы особенно смотрю. Я с большим удовольствием посмотрела не Настя, а вот Руссулюка, потому что я люблю просто Руссулюка. Мне было интересно, снимет он после ликвидации что-нибудь, подобной ликвидации. Я смотрела не Настя, и там хорошие моменты есть по съемку. Ну, смотрю какие-то исторические, ну, чтобы ругаться, естественно, любимый занятие, смотрите исторические сериалы и ругаться. Вот когда смотрела Софью, ругалась просто вся. Но смотрела, смотрела Годунова, как я ругалась. Что-то потрясающее. Вот, вот когда я викингов смотрю сериалы, я не ругаюсь. Я знаю откуда, чего, как, как собрали образ Рагнара, я знаю. Он не потерял от этого свою привлекательность. Вот как собрали образ Лагерты, я знаю. И взять в Париже эту осаду, что это, на самом деле, не Рагнар был, там другой совершенно. И я руг. Ну, неважно, очень умело сделаны съемки. Ну, красота. Наши сериалы, вот, Елизавета, по-моему, был сериал еще, и Екатерина, да, вот эти два исторических. Вот они более-менее. Ну, там типажи хорошие. Вот. А вот это вот все, вот это вот, что-то там на каких-то каналах идущие, я не смотрю. Я знаю, что вроде там что-то есть, что-то хвалили. Вот. Но как-то руки не доходят, потому что много других сериалов хороших. И надо же еще и работать. Надо же креативить. Вот. И поэтому, не знаю. Ну, может быть, летом дойдут руки. А вот к вопросу о том, что ругаете. Не кажется вам, что в наших сериалах, вот, вроде как бы все нормально, но чего-то не дожимают. Либо по съемкам не дожмут, либо сюжет где-нибудь провисает. Вот в том же ненастье линия с следователем, который там... Ну, по книжке примерно то же самое. Там все понятно. Там вот, что меня до слез даже растрогало, не сама история вот этого, да. Хотя я знала афганцев, союз ветеранов Афганистана. Я им когда-то на английский язык переводила тексты их группы. Глубые билеты, по-моему, была такая группа. Вот. И общалась непосредственно с главным. Очень интересные люди были. Очень интересные. И мой папа их знал хорошо, афганцев. Но у них была конкуренция, значит, ветераны отечественной войны, как бы там, китайской компании, там, финской компании. И вот молодые, уже более молодые. Там воины-интернационалисты старые, и воины-интернационалисты молодые. У них там были свои терки, потому что это молодые, более активные. Там, конечно, был и криминальный элемент, там все это было. У меня потрясла песня «Зима», в конце которой звучит сериал. Причем это же Лисборг, певица, которая лично вообще не мое. И когда я слышу, как она исполняет просто песню, мне не нравится. А вот там она вот так хорошо, эта песня легла, вот этот драматический финал, что прям слеза даже. Вот песня сделала свое дело в сериале. А так, ничего. Сериал довольно точно по книжке поставлено. Я все проверила, я прочитала, все посмотрела. А какие полнометражные фильмы в прошлом году произвели на вас наибольшее впечатление? Да, честно говоря, я даже не помню, что я смотрела в прошлом году. Я столько смотрю, а что именно было в прошлом году. Ну вот фильм с Черчиллем «Темные времена» мне понравились. То есть так перевоплотиться вот в Черчилле, это же вообще-то... Я люблю такие вот перевоплощения. Вот. Что еще в прошлом году я смотрела? «Дюнкерк». По-моему, прошлый год. Либо запрошлый. Ну, смотрела я в прошлом, да. Прекрасный фильм «Дюнкерк». При том, что там практически нет компьютерной графики. Вот чем подкупил. Вот эти подводные съемки, когда там вот бомбят корабли, фашисты, да, и люди вот в воде все. Это же натурально. Они были в масках, вот эта всеобычная группа, она действительно под водой снимала все. Это ни разу не компьютер. И такое впечатление. У нас опять, естественно, возник спор с Валерием Александровичем по поводу этого фильма. Он его не впечатлял. Ну, потому что не наш. Ну, это понятно. Так что, вот, пожалуй, темные времена и... Дюнкерк. А можете назвать несколько отечественных кинорежиссеров, которые снимают сегодня, которых вы бы могли назвать лучшими? Ну, у меня же взгляд-то свой, как бы, на съемки. Я... Тут вот есть вопрос, кем вы хотели стать в свое время, да? Я же хотела стать кинооператором. Не получилось. Почему не режиссером? Ну, я хотела, как Роман Кармен, ездить по горячим точкам и снимать... Я же не понимала тогда, что это такое. Какой-то... Адский труд. Ездить по горячим точкам там и снимать войну, это... Не знаю. Была одна такая немецкая. Кинооператор, кинорежиссер. Вот. Но мне до нее далеко. Из режиссеров кто? Хатиненко? Бортко? Павел Лунгин? Вот жду с нетерпением его нового фильма. Там, где наш будет потерянный рай, во всяком случае, в трейлере будет. Про Афган тоже. Про Афган. Вот. Кто еще? Урсуляк. Ну, хорошо снимает. Не всегда попадает, но хорошо снимает. Очень нравится мне Николай Достуль. Это монах и бес. Вот. А Лунгин, это, конечно, остров потрясающий с Петей Мамоновым. И моя любимая дама Пик с Арпапорта. Царь вам не понравился, да? О, да. Царь. Царь, царь. Там Янковский и Петя Мамонов. Потрясающе. Вот исторический фильм. Ну, какая Софья может сравниться вот с Арем, с тем же самым, да? Какой Борис Годунов может сравниться с Янковским в главной роли и с Петей Мамоновым. То есть, отдыхай. Короче, как? А вот такой очень бытовой вопрос. Как попасть к вам в друзья на вашей личной страничке? Денис Фадеев спрашивает. Бедный, наверное, колотится уже пару лет. Дело в том, что там вы намного чаще что-то пишете, выкладываете. в общем, понятно, нравится ему. а поддержать в комментариях он не может. Объясняю, в чем дело. Когда люди присылают мне заявки, я уже об этом говорила, в друзья, я захожу к ним на страницу и смотрю, что это. Иногда я ошибаюсь и потом приходится банить. Вот. Если я захожу и профиль закрыт, а понятно, он может быть открыт, только если ты попадаешь в друзья, да, я этого человека в друзья не беру. То есть, если закрытый профиль, я не могу посмотреть, кто это. Если там много на странице мата, на личной странице, я таких людей не беру. Иногда просто я смотрю, если там нормальные фотографии, да, то есть, не фейковые фотографии, ну, я так умею, я думаю, что я умею разбираться в людях. Кое-кого я по фотографиям тоже не беру. Вот. Поэтому, если вы хотите попасть ко мне в друзья, там больше, там четырехи, с чем-то тысячи, я вот никак не могу дойти до конца этого списка, чтобы вот тех поднять, которые уже давно там бедные сидят в этой яме. Вот. Закрытый профиль, закрытый профиль, все, не попадете. Такой вопрос, простой. Так, вот, Светлана Михейкина, какие книги для чтения порекомендуете? Светлана, ну, я не могу рекомендовать ничего, потому что я вас не знаю, ваши интересы я не знаю, у меня свой, как бы, огород, у вас наверняка свой огород, я ничего порекомендовать не могу такого, потому что я вас не знаю, что вас интересует. Вот я, допустим, сейчас читаю одну книгу про голландский дом престарелых, и когда я стала про эту книгу рассказывать одной своей приятельнице, сказала, ой, не говори, я про это никогда читать не буду, потому что это про пожилых людей, которые уже, как бы, на пароле стоят, да, а очень интересные заметки, как там у людей на руках параслеты, такие специальные, где написано никакой реанимации, вот если там что-то случилось на улице, то упал, никакой реанимации, все, прослед есть, никакой реанимации, вообще очень интересная такая тема, и когда читаешь, понимаешь, что не только у нас безобразие творится в домах для престарелых, а в той же самой благополучной Голландии, ой, как все неблагополучно, вот, так что, вот там вот вопрос эвтаназии тоже стоит, вопрос, который меня очень интересует, вот, так что, Светлана, к сожалению, ничего я вам не могу сказать, так, вот тут еще такой вопрос, Александр Светлов, моя мама, прослушав песню «Пусть будет так», сказала, что это песня о любви мужчины и женщины, ну, на самом деле, никак, по-моему, не может быть песни о любви мужчины и женщины, некоторые смеются, говорят, что это о любви вообще двух мужчин, типа такая гейская песня, и Дубинин, когда мы писали этот текст, он все веселился, и ой, точно нам пришьют, ой, нам точно пришьют, вот, нет, это все-таки творческие разборки, это может быть и Булэкмор, и группа типа Пепла, в общем, что угодно это может быть, действительно, когда они идут вместе, доходят, то им проще дойти до высокой вершины, до настоящей вершины, чем когда вот начинается такой творческий раздрай, и каждый, ну, на своем холме, скажем так, остается сидеть. Вот так. Что там у тебя? У меня? Веселый вопрос. Веселый, давай. Маргарита Пушкина в параллельной вселенной развитого социализма. Кто она? Диссидентка-подпольщица, поэт, признанный или же пишущий в стол, успешный переводчик или преподаватель иностранных языков? Последний сразу отпадает, никогда. Переводчик по собственному опыту тоже никогда, потому что переводчик это очень стремная профессия, на самом деле. Судьбы человечества очень часто зависит от переводчиков. Не хочу на себя такое брать, я работала переводчиком, знаешь, что это такое. В свое время в этой реальности я была комсомолкой, спортсменкой, отличницей и ни разу не диссиденткой. Еще я к диссидентству вообще никакого отношения не имею, на самом деле. Так что я бы так вот сказала, что да, в советской реальности я была бы комсомолкой, 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 потом все было бы то же самое. Хоббит, музыка и комсомол как-то по боку, хотя специфику я понимаю, это в дальнейшем помогает организовывать рок-панорам. То есть все было бы то же самое. Но рок-панорама это уже перестройка? Да, ну так мы же с комсомолцами застой такой же брежневские времена, там, андропы, ничего бы не поменялось, если... Ну как вот, я и был а комсомолка, который опять же требовал смещения кого-то куда-то, помощи детским домам, ну, революционная закваска-то у нас же остается, она бы и тогда была бы. А потом бы оказалось в один прекрасный день, как там по-большому секрету один чиновник рассказал, что, дорогие мои, я вот работал в идеологическом модели ЦК, КПСС, там была картотека на вас, на все. Все, оказывается, мы все были в картотеке. Ну не знаю, сейчас будем в картотеке, а может быть, мы уже в картотеке за некоторые песни. Только в какой? Вот, поэтому, все то же самое. Стихи бы писали с опаской. Почему с опаской-то? Нет. Я никогда ничего с опаской не писал. Я писала так, как я считаю, что мне нужно писать. Я писала стихи, вот мои первые стихи, они были все написаны в подражании американским битникам. Ну такие стихи, не детские. А Вера Либера, американский, Гинсберг, Ферлигетти, вот мои были такие, как бы, боги поэзии, да? Я спокойно писала, а мне эти критики всякие наши говорили, а, вы знаете языки, вы просто переводите и вы даете это за свое. А чего, не было ничего за свое? То есть, это было все мое истинное. Ну, неправильный человек я, не смотря на Брежнева, не смотря на Андропова. Про дракона мог бы текст появиться в таком времени? А в таком времени был текст песни о бунтаре, сожженном на кафедральной площади во времена отправления герцога Альба. Боже. Там вся теория, вся бунтарство, вся изложена. Группа высокоскосное лето. Цензура в творчестве. Как в эпоху информационного общества оградить детей от информации, которую они, по мнению родителей, не готовы воспринимать адекватно? Им нужно ли это делать? Это по мнению родителей. По мнению детей, по-моему, уже у них свои совершенно понятия. И никак вы не оградите. Потому что есть интернет, ограждай ты дома, не ограждай. Он пойдет в школу, у него есть смартфон, айфон. Посмотри, что ты ограждать, как ты будешь ограждать. Я потому и сформулировал, что по мнению родителей, я, будучи 15-летним, 18-летним, не знаю, я воспринимал, если бы появился какой-нибудь Хаскет или что-нибудь подобное, Оксимирон, я не знаю, как бы я это воспринял. И хотел бы я на месте родителей быть субботом. Он слушал такие откровенно жесткие. Я не скажу, что это хорошие тексты. Нет, ну а как? Если нормальный родитель, он будет интересоваться тем, чем интересуется его ребенок. Даже если у тебя вот здесь вот это сидит. То есть нужно постоянно быть в теме того, что слушают. Конечно. Я просто знаю, как у меня было проще, у меня все-таки девочка, и немножко времена другие были. Но где-то я настолько была занята этой рок-музыкой, и, честно говоря, я сейчас думаю, сколько я пропустила вообще в своем ребенке. Сейчас я бы по-другому себя вела. Но у меня есть как бы внуки. Причем младший внук, он очень контактный. И мы с ним обмениваемся. Я там старшему отправляю, я знаю, что он любит, но он ходит только на фирменные команды, такие рэповые. я ему там что-то отправляю, какие-то ссылочки, он мне какие-то ссылочки присылает, какие-то книжечки, все. С младшим у нас он более открытый такой парень, но он даже иногда со мной сидит, что-то смотрит, комментирует. Я думаю, слушай, а как ты вот это вот тот и тот. Вот когда есть такой контакт, ничего бояться не надо. Если у вас нет контакта с детьми, вот тогда надо в первую очередь подумать о себе. Что-то ты делаешь не так. Это педагогический совет.